В Питере три-четыре месяца давно уже вернулась в Москву. На гитаре? Не, не играю вы что-то. Конечно, играю на гитаре. У кого-то снег выпал. Обалдеть. У нас уже всё потаяло, слава богу, и зима уже попрощалась с нами, и нужно было поменять резину. Вот вы мне напомнили. Что-что? Уроки игры на гитаре? Нет, на самом деле не даю, и никогда даже об этом не думала. Но подумаю. Может быть, когда-нибудь. Спасибо за прическу. У меня всегда она разная. Так, приходите на йогу. В чём проблема? Друзья, на самом деле, вот недавно я говорила, что сейчас появилась такая возможность, что можно заниматься онлайн йогой. Я очень часто и в директе, и вообще встречала, что люди пишут о том, что очень хотят, но они из разных городов других, да, не живут в Москве или очень-очень издалека. Вообще их даже из другой страны кто-то писал. И поэтому я подумала, что почему бы не заниматься онлайн. Есть такая возможность, и сейчас как раз-таки набирается группа. Как только наберётся группа, так мы начнём заниматься. Это может быть скайп, это может быть какой-то другой сайт, я пока точно не знаю. Но пишите на yoga.lt.sobak.ml.ru Узнавайте там всю информацию, записывайтесь. И в чём проблема? Обычно у нас всегда что-то ограничивает. В плане того, что кажется, что невозможно, но на самом деле возможности есть. Главное – желание, как говорится. Если совсем далеко от йоги. Ну, я и говорю, что у всех же разные действительно препятствия, как говорится, да. Поэтому скоро ещё начнётся. Я вот тут всем наобещала, помимо блога, который я пообещала, да, с упражнениями, занятиями, я ещё обязательно сделаю фитнес. Скорее всего тоже и онлайн, потому что скоро лето, друзья. Нужно в лето входить действительно в хорошей форме, максимально, насколько это возможно. Так что давайте так. Кто хочет фитнес, ставьте сердечки в комментариях. Сейчас проверим, кто же хочет подготовиться к лету. Певец. Ой, ну, честно говоря, у меня никогда особо не было любимых певцов и певиц. Но в своё время я очень много слышал Дима Билана. Ну, я не могу сказать, что он мой любимый певец. Мне нравится любая музыка, мне нравятся вообще абсолютно разные исполнители. И музыку я слушаю вообще абсолютно по настроению. Я вспоминаю себя раньше, я очень любила продиджи. Очень любила продиджи, нереально вообще. А потом йогой занялась, и как ты продиджи перестала любить? Не знаю почему. Что-то внутри ей изменилось. Вот, сердечки, сердечки, сердечки. Все хотят плоский живот. Вот, и я поняла. Фитнес класс. Фитнес вообще супер, потому что когда человек начинает заботиться о своём теле, заниматься, вы не поверите, внутри происходит такая перестройка, мы начинаем по-другому к себе относиться, мы начинаем себя любить. Это очень здорово. Поэтому обязательно сделаем тренировки. Обязательно я вам засниму всякие разные упражнения, которые нужно делать дома, потому что не у всех есть возможность заниматься в зале. Кстати, частая отмазка, что я не могу пойти в зале, поэтому я не треню. Тренить можно дома. Вот, два года респект. Два года фитнеса кто-то занимается. Можно со мной пообщаться. Вот мы общаемся. А так пообщаться как, я не поняла. Пальто. Да, пальто я покупала в зале ещё, по-моему, в том году, что ли, или не помню. В зале. В зале точно. Цвет волос, а верх натуральный, да. Ну, вот, в смысле, прям совсем... У меня русый цвет волос, натуральный сам по себе. Витамины. Нет, сейчас на самом деле не пью витамины, но, прям вот напомни, мне, я как раз, по-моему, на той трансляции говорила о том, что надо витаминки к весне попить. Я читаю аккуратно, да, комментарии, потому что... Половина, кстати, не обижайтесь, половина могу пропустить, потому что я за рулём. Нет, сериал не пересматриваю я. Песни будут. Обязательно будут песни, я вам обещаю. Я в личке не переписываюсь, друзья. Диеты. Ну, вот я на... у нас был прямой эфир на тему питания. Конкретно к каким-то очень строгим и страшным диетам я отношусь плохо. Я считаю, что если человек хочет выглядеть хорошо, то он просто должен поменять образ жизни и начать питаться правильно. И спустя время организм сам выстроится вот действительно в нормальное какое-то состояние. Вы похудеете до того... до такого веса, до которого вам действительно, ну, нормальный, абсолютный вес. Если вы будете ещё заниматься спортом, то будете выглядеть замечательно. Не нужно... не нужно, в общем, худеть месяц, ничего не есть, скинуть 15 килограмм, потом начать есть, растолстеть ещё на 20 и так жить постоянно. Нужно просто придерживаться правильному питанию постоянно. Книги... я сейчас Шантарам. Видите, я всё читаю Шантарам, потому что она огромная книга, и у меня нет времени читать. Вот когда в метро спускаюсь иногда, тогда вот и есть время почитать. А как-то жизнь меня с йогой связала, к счастью, вот и занимаюсь. Худеть. Опять-таки питание. Вы знаете, 90% худения зависит от питания. Конкурс! Да, конкурс вы напомнили! Друзья, кто ещё не поучаствовал? Сейчас вот запустился уже на той неделе, не помню уже когда, в общем, 8 марта, я запустила конкурс с хэштегом Настоящая девушка это... И ваша задача просто порассуждать на эту тему. То есть каждый из вас выкладывает в Инстаграм лучшую свою фотографию, по вашему мнению. И пишите, рассуждаете о том, что для вас настоящая девушка. Вот. И завтра, в понедельник, я буду подводить итоги. Я прочитаю всех, кто участвовал. Я обязательно всех лайкну, обещаю. И выберу вот на, по моему мнению, лучшее рассуждение о том, кто же такая настоящая девушка. И обязательно соберу хорошенькую, такую красивенькую коробочку с всякими штучками для девочек. Вот. Так что участвуйте, у вас ещё есть время, друзья. Во сколько, не знаю. Ну, пока я почитаю, завтра сяду, сделаю чаёк, прочту всё. И, в общем-то, может быть, днём, может быть, ближе к вечеру. Ну, тяжёлый режим работы, но как-то нужно... Я вообще скажу, что диета и правильное питание – это не очень просто. Всем тяжело совмещать, брать с собой коробочки еды, не пропускать вот эти вот режимы питания. Всё это сложно. Но если задаться целью, то и с тяжёлым графиком можно немножечко найти время. Хотя бы, ну, какие-то маленькие окошки. Киа-спортаж у меня. Похудеть. Просто спортом заниматься. Не обязательно йогой заниматься. Любым спортом. И питаться правильно. Я не радио. Слушаю, я слушаю закачанную музыку. Воробьёв поёт. Тот самый. Территориальный центр Москвы. Все подробности, если вы зайдёте, почитайте постики, там поймёте, куда, насчёт чего описать. Ну, нравится песня, почему нет? Я вообще абсолютно нормально отношусь. Если мне песня нравится, мне без разницы. У меня нет такого, я не люблю какую-то исполнителя, не слушаю какую-то музыку. Вообще абсолютно разная всегда. Конкурсы. Ну, если... Конечно, будут конкурсы, а почему нет? Я думаю, что что-нибудь ещё придумаем. Может быть, на какую-то другую тему. И подарочки все любят. Гагарина тоже слушаю. У неё тоже очень хорошие песни. На английском очень... Очень не очень. So a little bit. В общем, English. Я на самом деле жалею о том, что я в школе не очень учила английский. И вот сейчас пытаюсь всё поставить себе цель выучить язык, потому что это действительно очень необходимо. Общаюсь с девочками из Ронеток. Да, общаюсь. Спасибо, спасибо. Ани Лорак тоже хорошо отношусь. Когда я приеду к вам в город с концертом, друзья, это тоже такой пока открытый вопрос. С большим вопросом, так сказать. Потому что концерты в других городах зависят от организаторов в вашем городе. Вот. Поэтому, если найдётся организатор, который сможет привести коллектив, вот, вообще не проблема. Были ли у тебя волосы другого цвета? И какая длина была? Да, честно вам скажу, во времена Ронеток, собственно, группе было 8 лет, или сколько вот мы, получается, были вместе. Всё это время был один цвет волос, в основном, и одна прическа. Потому что смена прически была запрещена. Ну, потому что это как бы образ. И поэтому, в принципе, знаете, скажу я вам, такая привычка уже вошла с этой прической. Но, на самом деле, в последнее время очень сильно задумываюсь о том, чтобы прям кардинально поменять что-то с волосами. Потому что от одной прически, конечно, очень устаёшь. Вот. Ну, вот, недавно я сменила, но, на самом деле, оно уже отросло всё. Поэтому уже мне тянут руки прям взять и подстричься как-нибудь ещё. С Абдуловым нет, я не общаюсь и не общалась. Мы только виделись на сериале Ронетки, и всё. У меня 28. Паспорт всё равно спрашивают. Но мне это прям комплимент в магазинах. Не пою, друзья. Вот не пою в прямом эфире. Вот прям принцип у меня такой. В розовый или синий? Нет. Ну, розовый, как бы, смотря, что вы имеете в виду. Потому что, если там посмотреть разные прически, то есть розовый такой отлив на концах волос. Я просто, ну, прежде чем краситься и стричься, смотрю, какие бы хотела варианты. Господи, что это? А фильм, сериал хорошая тема на самом деле, потому что в последнее время очень прям влюбилась в просмотр каких-либо сериалов, особенно если это крутые сериалы. И вот сейчас я смотрю, как избежать наказания за убийство третий сезон. Очень, конечно, классный сериал. И то, что из последних, если хотите, просто посоветую. Это Шерлок Холмс. Очень крутой сериал вообще. Ну, Игра Престолов. Игра Престолов, конечно, с кучей кровища, но это очень интересный сериал, который вообще не знаешь, что будет дальше в каждой серии. Вот. Ну, это так, в общем, коротко о сериалах. Метр семьдесят четыре, рост у меня. О, кто-то сам написал. Дневники вампиров не смотрела. Сейчас не что-то вставлю. Пока я не замужем. Пока. Весишь? Ну, ё-моё. Ну, это не... Вы знаете, у девушек нельзя спрашивать, сколько она весит. Ну, ладно. Я не смущаюсь своего веса. Я вешу сейчас... Я, кстати, не взвешивалась. Я взвешивалась, когда там... Ну, я занимаюсь спортом, периодически взвешиваюсь. То есть, там, через месяц, через полмесяца. Но я вообще вешу пятьдесят восемь. Ну, не знаю. Если бы я весила, конечно, больше. Не знаю, сказала бы я вам об этом в прямом эфире или нет. Но сейчас имею право. Да, Шерлок Холмс вообще просто нереально. Гениально. Практикую кундалини-йогу. Ну, на самом деле, не каждый день я занимаюсь ещё, помимо йоги, фитнесом. Вот. Поэтому я чередую обычно. Убийство на пляже. А? Убийство на пляже. А, ещё хороший сериал, да, кстати. Убийство на пляже называется. Я вообще очень люблю сериалы, где нужно понять, кто же убийца. И вот в этом сериале «Убийство на пляже» я читала о том, что главный герой, ну, в смысле, который является на самом деле убийцей в этом сериале, он до последнего не знал по сценарию, что он убийца. Представляете? Это было сделано для того, чтобы он, ну, не показывал эмоциями и игрой о том, что он убийца. Это очень круто. Ну, пластику. Слава богу, нет вроде пока. Ну, нос бы, конечно, свой грузинский немножечко, бугорчик убрала. Но вообще, мне кажется, ничего ещё пока. А встретиться? Ну, как со мной встретиться? Если бы было всё так просто, но раз у вас такие вопросы, я думаю, что я с детьми что-нибудь подумаю насчёт фан-встреч. А почему нет? Есть, кстати, вот мне писали тут тоже в директ, что будет фан-встреча Ронеток 19-го числа. И я прям ответила с большим-большим сожалением о том, что меня не будет в Москве в этот день. Я бы прям с удовольствием, на самом деле, приехала. Прям просто я прям сама расстроилась, что 19-го числа меня не будет. Но я думаю, что я подумаю о фан-встрече ещё одной для своих любимых поклонников. Вообще где-нибудь встретиться, да, попить чай, поболтать. Почему нет? Может, делать какую-нибудь автограф-сессию. Надо подумать. Надо подумать. В Минске была, да, была. Я где только не была, мне кажется, уже. За границей я за границей была. Да не особо, на самом деле, скажу, что прям много где. Но это была Аргентина, Испания, ну, Египет, Турция, Лондон, да, Амстердам, Германия, да. Ну, всё. А в какой стране, я вообще, там был просто вопрос, там, в какой стране хочешь побывать? Я хочу вообще по всему миру проехать. Вот хочу жить так, чтобы путешествовать каждый раз вообще. Вот быть в каком-то, каждый раз в новом месте, в новой стране, с новой энергией какой-то. Это очень круто, быть всю жизнь в движении. Палач. О, надо посмотреть, кстати, сериальчик. Да, спасибо. Только название, конечно, сразу говорит о каком-то таком сценарии. Сейчас еду, не могу вообще и пытаться читать. В Кемерово, да я была, да. Мне кажется, я уже во всех городах была, которые есть, в общем-то. Так, сейчас я не могу, всё трясётся, не могу прочитать. В Питере, ну, естественно, в Питере вообще была и очень долго была. Касп, Касл, Касп, 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 нет, не смотрела тоже. Я много чего не смотрела, видимо. Песня классная, да, играет. Во Вьетнам, прям очень хочется во Вьетнам, да, задумываюсь. В Литве, в Литве, кстати, я не помню, была или нет. По-моему, была. Да, но не с концертом была. Что ж такое, не могу прочитать. Опасно, вы понимаете, насколько опасно? Вот я еду и пытаюсь смотреть туда и туда. Кем я хотела стать, когда была маленькая? Хороший вопрос. Я в своё время мечтала быть в турфирме, работать в турфирме. Я прям представляла маленькая, у меня была сетраточка, я представляла, что я отправляю людей отдыхать в разные страны. Потом, значит, детские мечты. Я вдруг перехотела работать в турфирме, я захотела стать ветеринаром. Долгое время я хотела стать ветеринаром. Потом, значит, у меня пришла новая идея. Я хотела работать на таможне. Понимаете, да? Кстати, на таможне, блин, вообще таможня хорошая вещь. Но в итоге что? Кто я? В итоге в моей жизни случились ранетки, и вселенная сама выбила за меня, чем я буду заниматься. Ну и психология, кстати. Психология мне всегда была интересна, поэтому до сих пор я в психологии учусь на психолога, и мне это очень нравится. Почему я на чистых прудах? У меня Киа Спортаж. Вот, в Чечне, кстати, не была, по-моему. Ну, здрасте, приехали. Ну, ты как бы нормальный, нет? В Украине тоже была давно. Вообще по Украине мы проехали вообще очень-очень много где были. Логан. Росомаха. Сериал? Вышел. А, в смысле, я что-то это... Да, на фильм, кстати, вот пойду скоро, потому что очень хочется посмотреть. Женский футбол. Занималась женским футболом, да, в свое время. Причем серьезно достаточно занималась, но потом как-то вот со здоровьем у меня в итоге не сложилось, потому что я из-за большого, ну, такого активного спорта как-то не очень хорошо себя ощущала, и после футбола я, в общем-то, сразу попала в группу. Вот, ну, знаете, я вам скажу, некоторые люди спрашивают, как вы любите играть больше и смотреть футбол? Я смотреть футбол вообще, в принципе, не люблю. И если касаться женского футбола, то мне кажется, смотреть женский футбол немножечко скучновато, потому что они очень медленные. Девочки медленнее гораздо, чем парни, играющие в футбол. Нет, вообще-то не по-секому. 50 оттенков серого я не смотрела. Вы знаете, смотрела первую часть, но мне она не понравилась. Я не поняла, что же такого секретного и интимного там скрывали, подогревали интерес, что же там будет, но на самом деле нет. Да. Конечно, мечты сбываются только тогда, когда в них веришь. Это только так. Если ты не веришь, оно не сбудется. Оранжевый хит посмотрю. Удачи, удачи. Вот у кого завтра республиканский пробник. Респект, все получится. М-бэнд знаю группу, конечно. Но хорошие ребята хорошо поют. Меладзе молодец. Скам? Нет. Не смотрела. Общаюсь с Ранетками. Я ревнивая, да, могу убить даже иногда. Солочка. Что такое полные сестры-братья? Они в смысле больше, чем я? У меня есть братья и сестры, да. И двоюродные, и сводные много есть. С Прилучным не знакомы. Чью женскую фигуру считаю эталоном красоты? Но у меня нет такого, что я считаю чью-то женскую фигуру эталоном красоты. Я считаю, что... Я завтра, кстати, напишу, когда буду подводить результаты конкурса «Настоящая девушка эта», я напишу свое мнение на этот счет. Брежнева хороша. А? Брежнева хороша. Брежнева хороша. Да, кстати, Брежнева хороша. Я вообще считаю, что те женщины, которые, в принципе, уже в подрасте, да, то есть они выглядят шикарно, следят за своей фигурой и выглядят действительно не на свой возраст, вот им действительно респект. Вот это пример, да. Потому что у каждого человека всегда есть выбор, как он хочет выглядеть. И только нашими какими-то усилиями мы можем выглядеть хорошо. Я давно за рулем, да, я уже больше семи лет, по-моему. Или девять, да? Девять. Да я вообще зависла в 17-летнем возрасте. Притяжение? Нет, не смотрела, кстати. Супер, да, вам понравилось? Ну, не знаю, я как-то... Ну, я как-то к русским фильмам, наверное, что ли, немного изначально уже предвзято отношусь. Поэтому... Со своей героиней по сериалу я не похожа. Похожа только моя внешность и имя Лена. А фамилия, конечно, абсолютно другая. Я счастлива тому, что у меня родители не похищали, и у меня не было играющего дедушки, который сливал деньги куда-то. Я счастлива, что у меня по-другому в жизни. А, нет, я не скажу. Ну, неужели это сюрприз, если... Что же я положу в эту коробочку победителю конкурса? У тебя начинается паника, когда заходишь в магазин? Нет, мне не... Почему у меня должна начинаться паника? Хотя, вы знаете, я... Я вообще, мне кажется, немного социопат. Потому что я не очень люблю большое скопление вот и магазины вот эти вот. Когда очень много, я прям... Мне вот проще поехать в какой-нибудь другой день, в будни, когда меньше людей, тогда вот мне спокойно. Господи, ребят, на самом деле, вы знаете, я вот сейчас прочитаю опять про Шурыгину эту. Я... Не знаю, кто она, но она мне уже не нравится. Это очень классно. Вы знаете, вот есть люди, которые что-то пытаются добиться в жизни и как бы делают хорошие вещи, и у них, ну, как бы с трудом получается. А есть люди, которые занимаются какой-то херней, и за малое количество времени у них возрастают подписчики, потому что они тут вкус говорят и какой-то фигней занимаются. Я приблизительно знаю, кто такая Шурыгина и знаю, на чем она выехала и знаю, куда она бедного парня, блин, засадила. Не пик... Ну, между прочим, миллион уже. Миллион в Инстаграме подписчиков. Я просто понимаю реально... Вот понимаю реалии жизни. Люди подписываются на тех, кто делает скандалы. И не важно, что ты делаешь. Ну, вот не важно, что ты делаешь. Фигню ты делаешь. Хорошее или плохое. Скандал. Ну, я, если честно, против такого. То есть, ну, давайте оставим эту Шурыгину, пусть она живет хорошо. Скажи людям, что ты в чем спалишь. Очень крутой трек новый. Лего? Нет, у меня был дом Барби. Почему-то Кена там не было. Ее и снасиловали. Да, друзья, я, конечно, все понимаю. Но... Я промолчу своим мнением. Там Гаибус. Надо не политься. Я знаю, что я тупая. Блин, я никогда не думала об этом, ребят. Спасибо. Я думаю, в чем же проблема? Сейчас я тебя забаню, блин. Сейчас. Ты думаешь, я что, не мстительная, что ли? Да, блин. Ладно, живи пока. Ой, давайте только... Ну, ребят, давайте про Шурыгину не здесь. Вот не в этом. Где-то пообсуждать ее. Идите на ее миллионную страничку и там пишите. Ладно? Я вот... Здесь не Шурыгина. Я точно на нее не похожа. Вот не пойду, к сожалению, на сходку 19 марта, потому что меня не будет. Я бы вот приехала с удовольствием. Тебе привет. Я на гитаре играю не по нотам, потому что я нот не знаю. Представляете? Всю жизнь играю на слух. Вот просто вот так. А как называется песня, не знаю. В чем сила, брат? Наверное. Найди свою силу. А, найди свою силу. Конечно, можно ложку джема. Друзья, не надо так себя ограничивать. Если вы съедите кашу, хорошую полезную кашу, и положите туда ложку меда или джема, ничего страшного не произойдет. Главное, чтобы не ложку целого сахара. Родители, наверное, гордятся. Я надеюсь, что мои родители нагордятся. Так, мне нужно понять, куда дальше ехать. Так, сейчас, ребят, я уже просто подъезжаю на место назначения. Мне нужно, конечно, сейчас сообразить, вот, куда там ехать дальше. Давайте я, наверное, буду с вами прощаться, потому что я сейчас уже, мне нужно включить, ответьте уже на что-то одно, потому что я так не найду сейчас. Сейчас я остановлюсь, с вами попрощаюсь. Ну-ка, попробуем сюда забраться. Вот так, пока что. Ну что, друзья, куча тут... Как получить автограф? Ну вот я думаю, что надо сделать вам встречу, и действительно там что-нибудь такое придумать. Очень классно поговорили, я считаю, такой спонтанный прямой эфир воскресенья, выходной день. Я надеюсь, у вас выходные прошли замечательно, у вас классное, клёвое, лёгкое настроение. Вот, я приехала на работу. Прощаюсь с вами, очень вас люблю. Спасибо каждому, кто был. Ну и до новых встреч. Ждите всякие крутые штуки от меня. Записывайтесь на йога онлайн, йога-лт-собакамл.ру, пишите на почту. Ждите классные видосы по упражнениям. Ну и, в общем-то, завтра ждите победителя по конкурсу самая... Нет, я вру. Настоящая девушка. Это. Вот. Люблю вас и прощаюсь с вами. Парк.